Калиньковичский физкультурно-спортивный клуб развивает под своим крылом около десятка видов спорта. И с каждым из них мы познакомимся в свое время. Уже было это аквандо, теперь на очереди каратэ. Но прежде чем перейти к этому популярнейшему и загадочному во времена Советского Союза виду восточного единоборства, интервью с директором ФСК, тоже поклонником единоборств Сергеем Григорьевичем Самсоновым. Решениями сполкома для организации здорового образа жизни населения, улучшения досуга, было принято решение выделить нам пустующее помещение для организации работы с населением по месту жительства. Мы культивируем такие виды спорта, игровые в основном, но поскольку у нас в городе большое количество людей, поклонников восточных единоборств, было принято решение, что на базе помещения по улице Октябрьской организовать зал для занятий именно этими направлениями. Карате уже пять лет преподается в Калиньковичском физкультурно-спортивном клубе Дмитрием Михайловичем Канашом, который и сам в прошлом участвовал в чемпионате мира в Екатеринбурге. Что до его воспитанников, то и здесь преподавателю в стиле Киакошунка есть чем гордиться. Соревнования были международные, называлось соревнование «Дружба без границ». Это традиционное соревнование для нашего полевского региона. Проходили в Гомеле. В соревнованиях приняло участие более 250 спортсменов. От Калиньковича было представлено пять детей, пять моих учеников. Возрастная категория от шести до двенадцати лет. Из пяти человек у нас три призовых места. Одно первое и два вторых места. Первенство осталось за Владимиром Забойко. А серебряных наград удостоились брат и сестра Иван и Маргарита в Испянске. Еще отметим Валерию Майдановича и Кирилла Есмана. И скажем, что буквально вчера состоялись квалификационные экзамены в этой группе, которые принимала группа инструкторов из Гомеля. И приятно отметить, что все каратисты Калиньковичского физкультурно-спортивного клуба прошли данный этап и получили следующую степень. Сие показатели работы Дмитрия Михайловича, настоящего профессионала своего дела.